Сегодня в Красноярске стартовал кряк. В этом году книжная ярмарка вернулась в оффлайн формат. Основной площадкой стал МВДЦ «Сибирь». И уже в первый день там ажиотаж. По словам организаторов, не всем издателям хватило места. Для них пришлось открывать еще один павильон. Тему продолжит Виктор Бородин. А мы уже всех узнаем и очень радуемся, что у нас свои постоянные покупатели. Так приятно, сегодня идут для нас с утра. Ой, как здорово, наконец-то. Наконец-то, вот ждали. По этой атмосфере соскучились абсолютно все. Каждый стенд здесь забит книгами до отказа. И это истинное наслаждение и для посетителей, и для издателей. Татьяна Смирнова рассказывает, на кряк приехала в седьмой раз. Всех постоянных покупателей уже в лицо знает и снова окунуться в этот мир – настоящее счастье. Это возможность познакомиться с людьми, возможность рассказать людям, тем, которые не могут прийти к нам в издательство, поэтому издательство идет к ним. То есть кряк – это у нас выставка, которая не обсуждается, и в любую ситуацию мы туда едем. Литература тут на любой карман и на любой вкус, на стеллажах, детские сказки, классика, книги о Красноярском крае и современные мировые бестселлеры. Такой бестселлер – это книга Мэй Маск, мама Илона Маска, женщина, у которой есть план. Она делится в своей книге, в своей биографии, рассказывает, как она находит компромиссы между работой, между воспитанием детей. Людей в первый день тоже хватает. У каждого стеллажа минимум по два-три человека стоит. Некоторые сразу скупают не меньше пяти книг, и кто сказал, что читать сейчас немодно. Кажется, залов выставочного центра для ярмарки оказалось мало. В этом году мы даже освоили четвертый период. Традиционно это выставочное пространство, но в этом году у нас есть издательство с книгами. И нужно сказать, что многие издательства остались в длинном листе ожидания. У нас просто физически закончились места. Смотря на пандемию, у нас даже есть некоторое количество зарубежных участников. У нас будет автор комплексов из Израиля Руд Моден и финская писательница Малин Кивеля. Но ярмарка – это не только продажа книг и общение с писателями. Под эгидой Кряка пройдет около 300 мероприятий. Главное новшество – кинопоказы. Можно будет увидеть, например, фильмы Звягинцева и современные российские сериалы. Некоторые из них до этого показывали только на последнем Кинотавре, но просмотр фильмов далеко не вся кинопрограмма. У нас будет обсуждение мужского и женского постсоветского кино. К нам приедет благотворительный проект «Кружок», который путешествует по России и помогает детям и подросткам создавать свои культурные проекты. Для просмотра кино на Кряке потребуется QR-код. Также его спросят при входе в филармонию. А вот в музейный центр «Площадь мира» и на главную сцену ярмарки в МВДЦ «Сибирь» вход уже без QR-кода. Честно говоря, до последнего мы переживали, сидя на чемоданах и не были уверены, что в последний момент все не закроется. Это правда невероятная радость после пропущенного года из-за проклятой пандемии снова вернуться в Красноярск. Ярмарка «Книжная культура» завершит свою работу 7 ноября. Если вы еще не придумали, чем заняться на выходных, добро пожаловать. Покупайте хорошие книги, но самое главное – не забывайте о правилах безопасности. Носите маски, коронавирус еще никто не отменял. Виктор Бородин, Сергей Раков, 7 канал.